МИЯ Женское английское имя МИЯ на самом деле скандинавского происхождения. Этимологи сходятся во мнении, что оно произошло от слова, означающего непокорную, упрямую или своенравную. В то же время есть и другая версия, исходя из которой это имя могло произойти от известного во всем мире имени Мария. Имя МИЯ никогда не было популярным в России и странах СНГ, и более того, встречается оно только на Западе, в частности в некоторых штатах США. Но сегодня этим именем начали интересоваться и у нас, хотя это и не удивительно, ведь многие зарубежные имена начали появляться в странах СНГ. К сожалению, точной информации о популярности имени МИЯ на данный момент мы не имеем, но можно точно сказать, что оно не входит даже в сотню популярнейших имен мира. Значение и энергетика имени МИЯ Этимологи сходятся во мнении, что имя МИЯ имеет очень сильную энергетику и способно наделить носительницу целой кучей хороших качеств и характеристик. Обычно носительницам этого имени сулятся такие черты, как любознательность, любопытство, активность, щедрость, честность, действенность, беспринципность, бескорыстность, красноречивость и коммуникабельность. Другими словами, это со всех сторон положительные девушки в своем большинстве. Отдельно стоило бы сказать о том, что МИЯ являются очень способными девушками. МИЯ не будет сопротивляться обучению чему-то новому, не будет избегать труда и всегда будет готова к познанию чего-то нового и необычного. Но при этом есть и один минус, и он заключается в том, что носительницы этого имени нередко меняют цели, не умеют фокусироваться на чем-то одном. Слишком уж легко им дается все новое. Самым главным достоинством девушек, которым принадлежит имя МИЯ, является способность быстро учиться всему, с чем они сталкиваются. А еще носительницы этого имени очень коммуникабельны и имеют очень много друзей. МИЯ плохо относится к людям, не способным добиваться своих целей, хотя и сама нередко останавливается на полпути. А еще эти девушки очень любят рисковать, что тоже можно отнести к недостаткам. Астрологическая символика имени МИЯ Камень-талисман, изумруд и гранат. Планета-покровитель – Меркурий. Покровительствующая стихия – вода. Животный символ – конь. Растительный символ – каштан и черешня. Лучший зодиак – лев. Число МИИ – три. Символический металл – серебро и алюминий. Счастливый день – вторник. Идеальный сезон – весна. МИЯ в детстве Девочка по имени МИЯ растет удивительно упорным и настойчивым ребенком. Правда, эти качества проявляет не только в хороших, но и в плохих ситуациях. Заставлять ее делать так, как надо, нецелесообразно. Она слишком упряма. Лучше всего наоборот запретить ей это. Эффект стопроцентный, а результат моментальный. Раннее детство девочки по имени МИЯ принесет родителям достаточно много хлопот. Она часто попадает в опасные ситуации, вечно балуется и шалит. Придется постараться обеспечить ее максимальной безопасностью и поработать над ее воспитанием. Правда, делать это нужно ненавязчиво, поскольку из-за ощущения сильного давления или гиперопеки со стороны родителей, эта своенравная юная леди может устроить родителям настоящий бунт. Проблем в общении с детьми своего возраста у нее нет. У маленькой разбойницы всегда много идей для хороших игр и развлечений. Скуке и безделью нет места в компании с ней. Так что сверстники к ней тянутся и хотят с ней дружить. Среди ее товарищей немало и девочек, и мальчиков, к которым в детстве она относится достаточно ровно, не выделяя их из общего числа. МИЯ-Подросток В подростковом возрасте Мия все больше акцентирует свое внимание на том, что ей нравится. Как правило, у нее огромное количество друзей за счет ее разносторонних интересов и умения общаться. Она легко и непринужденно знакомится с новыми людьми. Ей всегда комфортно в больших и шумных компаниях. Она всегда быстро и легко находит нужные слова, умеет преподнести их так, что никто не усомнится в ее правоте. Эти качества делают ее не только душой компании, но и лидером в любой компании подростков. Однако настоящих друзей и подруг у нее не так уж много. Но зато для них она является настоящей опорой и поддержкой. А вот учиться девушка по имени Мия не очень любит. Со многими предметами у нее возникают серьезные трудности, которые в принципе ее мало интересуют. Она с радостью прогуляет учебу при малейшей возможности. Причина ее нежелания учиться очень проста. Школьная программа для нее слишком скучна и неинтересна из-за однообразности и монотонности. Только по-настоящему талантливый педагог с креативным и нестандартным подходом к подаче материала сможет вызвать у Мии искренний интерес к знаниям. В старших классах школы обладательница данного имени начинает обращать внимание на мальчиков. Неудивительно, что благодаря веселому нраву и привлекательной внешности у нее целая толпа поклонников. Среди них могут оказаться не только ее сверстники, но и ребята постарше. В старших классах она может даже всерьез влюбиться, но дальше простых встреч дело вряд ли пойдет. В браке Мия достаточно эксцентричная и увлекающаяся особа, проявляющая непостоянство в предпочтениях и привязанностях. Она может достаточно часто менять объект своего обожания, из-за чего многие считают ее легкомысленной. Однако ее постоянные поиски основаны лишь на желании найти того, кто сможет понять и принять ее со всеми ее минусами и плюсами. Легкомысленность здесь вовсе ни при чем. Как правило, девушка с таким именем идет под венец достаточно рано, но по огромной любви. Замужество по большой и светлой любви может быть удачным, но имеющиеся чувства могут продлиться недолго, если регулярно не подпитывать их различными романтическими идеями. Без романтики она увядает на глазах, поэтому очень важно, чтобы избранник не забывал баловать ее и радовать комплиментами, неожиданными подарками и другими сюрпризами. Наиболее ценным качеством в партнере для Мии станет его способность не загонять ее в определенные рамки и подстраиваться под ее часто меняющийся образ жизни. У нее куча друзей и поклонников, она привыкла к мужскому вниманию, поэтому не станет отгораживать себя от всех ради супруга. Стоит отметить, что ей не нравится, когда ее ревнуют. Зато сама Мия не устает ревновать любимого к каждой юбке, без особого на то повода. А вот что до хозяйственности, так домоседкой или суперхозяйкой она не станет, это уж точно. Мия как мать Сложно даже предположить, какой матерью будет девушка по имени Мия. Она ведь и сама до поры до времени остается самым настоящим ребенком. Безответственным, балованным, шальным, вечно ищущим приключения и проблемы. Но даже если ей будет не хватать ответственности, она все равно не будет плохой матерью. Ведь дети будут любить ее за оптимистичность, общительность, преданность и готовность поддержать в любой ситуации. Она добра и щедра, вряд ли в чем-то позволит себе отказать детям и будет всеми возможными способами растить детей добрыми и такими же щедрыми, как она сама. Она не позволит себе забыть о ребенке и плохо отпраздновать его день рождения. Не станет ругать свое дитя из-за проступка. Ведь и сама в детстве была оболованной и проблемной. Все это, конечно, хорошо, если бы не одно но. Отцу семейства придется стать для детей чем-то вроде кнута, пока их мама выступает в роли пряника. Он должен будет стать ответственным и серьезным воспитателем. Совместимость Отличной совместимости Мия сможет достичь с представителями мужской половины, названными такими именами, как Борис, Алексей, Андрей, Александр, Дмитрий и Кирилл. Тут может идти речь и о хорошем браке, и о счастливой семейной жизни. Чуть меньше будет совместимость с такими именами, как Владислав, Евгений и Сергей. В данном случае может идти речь о любви, но такой, что в любой момент может просто сойти на нет. Ну а совсем никакой совместимости у этого имени не будет такими, как Ян и Федор. Хотя сегодня носителей этих имен среди молодого поколения практически и не встретишь.